есть двигатель но он не двигается больше времени больше ресурса больше денег забываешь о фильме ты просто смотришь на эффект стреляет с огнем оператор со стадикамом прошел что-то сняли и мы падающий снег камера сверху героя дикаприо придавила медведям как это сделано и ты наслаждаешься всем привет меня зовут виталий волков я работаю в индустрии создания визуальных эффектов для кино с 2010 года также я активно преподаю и являюсь куратором программы vfx artist московской школе кино преподаю тоже уже больше 10 лет важно отметить что создание компьютерной графики для кино крайне дорогой трудозатратный и очень высокотехнологичный процесс производства фильма если говорить про создание каких-то сложных эффектов то наша работа она во многом исследовательская это значит что зачастую у нас нет каких-то готовых решений по реализации того или иного эффекта и нам нужно время на разработку сегодня мы обсудим тему set extension то есть создание цифровых декораций это если совсем просто но фактически set extension это достаточно большой комплекс работ и может задействовать много разных художников для создания того или иного эффекта на сегодняшний день компьютерная графика позволяет создать в принципе любую цифровую декорацию вообще куинада но это всегда вопрос сроков и бюджетов проекта это в принципе вообще креоугольник камень всего безусловно бывают ситуации когда нам приходится сказать режиссеру что мы не можем реализовать тот или иной эффект именно в таком виде обычно это всегда связано только с ограничениями бюджета на проекте но как говорится отвергая предлагай да то есть и здесь крайне важно становится на этапе при продакшена то есть во время читок сценариев разработки во время обсуждений с другими департаментами придумать и найти более простое решение чтобы реализовать вот тут самую драматургическую задачу которую хочет режиссер да чтобы реализовать его идею в целом вообще задача компьютерной графики она не в том чтобы удивить кого-то какой-то технологической сложностью или чем-то еще задача компьютерной графики из в кино исключительно в том чтобы помочь реализовать драматургическую задумку режиссера и тут очень важно использовать графику как инструмент очень точечно и аккуратно то есть только в необходимых ситуациях когда например мы действительно не можем что-то построить снять живую и нам нужно что-либо дорисовать когда объективно используем компьютерной графики позволит создать тот или иной эффект дешевле и проще чем снять это в реальности и интересный момент когда у нас в принципе существует угроза жизни актером или съемочной группе да то есть безопасность она крайне важно да безусловно мы взаимодействуем с режиссером еще на этапе прям при продакшен начиная в принципе с первых версий сценарий здесь зависит от того насколько режиссер видит свой финальный результат да то есть и насколько он вообще доверяет то есть бывают режиссеры которые вот очень настойчиво видят представляет себе свою картинку в голове и шаг влево шаг вправо их не устраивает им нужно прийти ровно к тому что они хотят бывают режиссеры которые как бы более доверяют другим департаментом если что-то получается круто то они радуются и тоже говорят блин это очень круто то есть такой вопрос наша задача основная помочь режиссеру да то есть не подрезать ему крылья не ограничить его в творчестве наша задача помочь ему реализовать его задумку но в рамках бюджета достройки цифровых декораций или set extension бывают различного уровня сложности но ключевое требование к ним чтобы они сшивались со съемочным материалом то есть чтобы нельзя было однозначно сказать где кусок съемочной декорации а где уже дорисованная часть то есть в каком-то смысле это требование к реалистичности декорации но в контексте именно фильма потому что если в самом фильме стилизованные нереалистичные декорации которые снимаются на натуре да то и графика должна быть точно такой же чтобы все было консистентно чтобы они друг с другом сшивались несколько примеров сет экстеншенов кадр из сериала оптимисты алексея попогребского достройка дома за окном это относительно простой кадр в первую очередь потому что камера у нас статичная но тем не менее да мы моделируем трехмерный дом выставляем его по драку спрокеиваем то есть туда добавляется трехмерный дом вопрос зачем трехмерный если в принципе кадр у нас статичный прям по самому шоту понятно что это некая классическая восьмерка в монтаже то есть герой смотрит на девушку девушка на него в обратную сторону эти кадры бывают сняты с разной оптикой немножко с разным положением и выставить в 3d такое всегда проще то есть мы сначала выставляем и дальше снимаем эту трехмерную декорацию с различных камер чуть более сложный вариант сет экстеншена кадр из кинофильма выживший сцена в лесу героя дикаприо придавила медведем но в процессе пока как бы готовили локацию пока все снимали группа сильно вытоптала вообще всю площадку вокруг то есть там нет ощущения дикой вот этой вот природы вот этого отчаяния и как задача достроить эту часть локации засадив все какой-то травой вот этим диким хом зеленью здесь гораздо более сложная задача потому что и когда очень длинный и высокие требования к качеству еще в том числе и разрешение самого фильма было практически в 4к и также в кадре у нас подвижная камера то есть задача уже усложняется за счет того что изначальная камера она двигается она пролетает над нашей локации еще более комплексный пример кадр из кинофильма легенда о калаврате здесь уже совсем огромный объем работы на фоне большой достроенный сиджи город потрясающая сет сделанный командой майн род пост достаточно сложная работа с хромакеем большая сложная работа по сшивке это съемочные декорации с нашим трехмерным окружением большое количество каких-то фиксных слоев дым и падающий снег и прочие различные элементы которые помогают собрать весь этот кадр целиком это уже очень большой и довольно сложный шот для производства но несмотря на то что многие задачи с которыми мы сталкиваемся в кино они как бы новые да то есть для многих нам приходится проводить этапы исследования какого-то изучения вообще этого вопроса как это сделать как это реализовать но тем не менее в какой-то момент они начинают постепенно повторяться из проекта в проект мы накапливаем достаточную базу опыта да мы вырабатываем некую методологию как делать те или иные вещи и хотел бы разобрать небольшую очень упрощенную в данном случае но все равно схему того как можно подступаться к сборке любого кадра с достройкой декораций то есть как вообще происходит этот процесс общая схема сильно упрощенная схема сборки любого кадра с достройкой какой-либо цифровой декорации съемочный материал прошел какую-то обработку то есть conform интерпретацию цветового пространства этап динойза также с площадки мы получаем данные о камере о линзе дисторшн гриды все это у нас приходит в этап камера трекинга где мы пытаемся восстановить нашу съемочную камеру в процессе параллельно с этим происходит этап производства то есть в 3d моделируется текстурируется цифровая наша декорация ту которую мы должны будем дорисовать достроить когда она готова она приходит в этап look development look dev это момент такого некого шейдинга до создания материалов то есть то как объект будет реагировать на свет где металлические части они отражают да где какие-то допустим бетонные части декорации которые такие более шершавые рафные в них нет явных отражений света из 3d трека мы получили камеру материал с убранными линзовыми искажениями параллельно из 3d мы получаем наш ассет декорации и все это приходит на некий этап лейаута да где все это совмещается вместе в одной сцене дальше красиво выставляется свет ну не красиво а так чтобы сшиться со съемочным освещением текущего кадра да то есть нам надо не просто какой-то красивый художественный а по сути воссоздать схему света как она была внутри съемочного кадра все это рендерится и уходит в композ где уже наша декорация финальном сшивается со съемочным материалом убирается хромакеи восстанавливается цифровой шум и прочие прочие элементы дальше как бы готовый кадр уходит уже надяи на цветокоррекцию пересборку и в общем в таком виде уходит в кино изначально к нам приходит какой-то съемочный материал то есть приходят шоты приходит съемочный материал наших кадров дальше с этим материалом происходит ряд манипуляций то есть там правильная интерпретация цветового пространства в конфор еще какие-то вещи но здесь я бы хотел чуть заострить внимание на этапе диной за то есть есть такая штука мы должны сначала из материала удалить цифровой шум то есть те кто привык раньше когда работали еще с материалом снятым на пленочные камеры это называлось зерно да то есть мы убирали как бы зерно вот сейчас камеры цифровые мы убираем некий цифровой шум по старинке вы продолжают зерном называть но по сути это цифровой шум вот мы его удаляем чтобы потом когда мы сверху что-то дорисуем и восстановим это зерно обратно да этот цифровой шум обратно чтобы на нашей дорисованной части шум был точно такой же как и в общем-то в съемочном материале вот и вот этот этап удаления шума он также важен для этапа 3d трекинга то есть если в кадре у нас есть подвижная камера да то есть оператор со стадикамом прошел что-то сняли там кран пролетел что-то сняли чтобы что-либо добавить в этот кадр нам необходимо восстановить движение этой камеры то есть вот прям так как она двигалась в жизни нам необходимо в 3d восстановить движение этой камеры и это одна из базовых задач вот как раз этапа 3d трекинга чтобы 3d трекинг у нас случился хорошо нам необходим ряд данных которые мы должны забрать со съемочной площадки то есть на площадке всегда работает он сет супервайзер он может быть один он может быть с помощниками доставляют хромакейк лет маркера следят чтобы никакие лишние штуки в кадр не попали также следят за как раз тем чтобы удалось восстановить движение этой самой камеры и вот про этот этап хочу рассказать чуть-чуть поподробнее потому что он для нас будет немножко таким ключевым в первую очередь с площадки необходимо забрать для каждого кадра знать фокусное расстояние объектива то есть на какую линзу вообще снимался тот или иной шот нам обязательно нужно знать модель камеры и режим съемки чтобы знать в общем-то размер ее матрицы до размер сенсора при этом в зависимости от режима съемки там в 6к 8к снимаем в 4к и сколько нибудь fps этот размер матрицы может меняться то есть линза камера фактически размер сенсора это минимальное что нам необходимо помимо этого линза имеет такую выпуклую форму да и на широкой оптике по краям кадра создаются сильные искажения так называемые линзовые дисторсии в трехмерной компьютерной графике этих искажений таких как бы бочка образных их нет у нас все линии по краям кадра они остаются вертикальными и здесь очень важным становится момент что изначально из материала чтобы добавить туда 3d нам надо убрать эти линзовые искажения для этого на площадке на для каждой линзы на которая используется фильме нам нужно проснять так называемый distortion grid это вот такой чекерборд по нему мы можем определить как какая у той или иной линзы была дисторсия собственно небольшие примеры до того как работает это самое дисторсия да в кадре мы можем видеть что когда мы убираем линзовые искажения весь кадр немножко расширяется и линии особенно которые вертикальные были близко к краям да они встают и начинают более точно совпадать с геометрией нашей модели как задача 3d трека мы должны получить внутри нашей трехмерной сцены вот эту движущуюся камеру здесь хотел бы чуть чуть подробнее разобрать ряд этих процессов на примере кадра из кинофильма сквозь время данный материал предоставлен нашим большим другом партнером студии cj vfx наш партнер школы кадр относительно со спокойным движением камеры да у нас происходит некий отъезд в чем задача в фильме у нас фигурирует некий туман который когда наступает он меняет окружающую обстановку как бы проваливается немножко время возвращается в прошлое изначально кадр должен быть грязным заброшенным старым и когда проходит туман этот кадр преображается и должен стать новым у нас есть съемочный плейд да где кадр в хорошем новом состоянии его нужно состарить и под действием тумана чтобы он в общем разросся собственно мы делаем 3d трек на выходе из 3d трека мы получаем съемочный материал из которого убраны линзовые искажения да мы получаем камеру и используя это можем собрать уже трехмерную модель полноценную как бы трехмерную модель этой локации эта трехмерная модель у нас может быть использована как раз для того чтобы по ней нарисовать mad paint спроецировать его и чтобы все это жило в неком объеме собственно как этапы мы видим состаренный кадр поверх трехмерной модели нарисованы как раз вот эти все наши старые части старые элементы фиксные слои то есть дым вот этот туман который наступает примеры того как он проходит то как видоизменяется кадр собственно под действием этого тумана да то есть переход некий дизолв его из старого состояния в вот в это более молодое состояние ну и финальная сборка кадра где все эти слои все эти элементы у нас совмещены вместе чуть интереснее разобрать ситуацию когда у нас сцена снята много разных камер в разных частях кадра и все вокруг все действие происходит вокруг одной декорации то есть как подступиться к этой задачи да то есть и что может быть ключевым для того чтобы сэкономить наши ресурсы до сэкономить бюджет как-то попасть главное ключевое это унифицировать производство таких кадров то есть привести производство каждого такого шота некой единой схеме к единому шаблону здесь очень важным становится выстроить все наши трехмерные камеры вокруг статичной локации то есть со съемочной площадки помимо гридов линзы еще чего-то нам необходимо получить допустим трехмерный скан либо под съем для фотограмметрии до куска нашей декорации то есть чтобы он был в масштабах в реальном масштабе вот все хорошо сейчас технологии дошли до того мы берем ipad iphone да спокойно проходим получаем классный трехмерный скан его в на этапе layout мы сможем совместить уже этот скан с нашей декорацией и трек всех камер делать относительно него то есть мы получаем некий такой мультикамерный трек когда у нас в 3d есть статичная локация с выставленным светом с добавленными всеми эффектами со всеми штуками и просто для каждого шота у нас существуют отдельные камеры с которых эту локацию нужно снимать это прям вот один из самых важных моментов потому что это позволяет один раз собрать эту локацию один раз выставить для нее весь свет красиво один раз настроить все рендерные элементы пассы и маски какие-то раз лайтовки и прочие штуки технические один раз из всего этого собрать некий мастер скрипт шаблон по которому каждый из этих кадров будет делаться то есть фактически мы просто меняем камеру да и высчитываем новый рендер с этой камеры но прогоняем через этот скрипт и получаем результат с очень небольшими поправками и это радикальное ускорение да просто очень такое тотальное ускорение нашего рабочего процесса потому что один раз потратив как бы время на сборку этого кадра дальше это легко масштабируется это могут делать разные художники используют этот шаблон в принципе там само производство каждого следующего кадра становится гораздо быстрее то есть это про экономию наших ресурсов в качестве примера вот это вот истории с сборкой нескольких камер секвенция из нескольких шотов из кинофильма звездный разум фантастический фильм герой на другой планете бегут в сторону космического корабля корабля собственно нет есть только входная дверь до кусок декорации этого корабля дальше хромакейная рама и собственно корабль нужно достроить да то есть вот он пример достройки дорисовки нашей декорации кадры сняты с разных ракурсов с разных камер то есть герои бегут с одной стороны подбегают заходят в дверь там выбегают из нее и здесь вот как раз момент приведения к единообразию то есть мы должны получить все наши камеры относительно вот этой хромакейной рамы под которую выставлен уже наш корабль тогда он в каждом шоте идеально будет сшиваться с этой самой дверью все будет собираться и все будет делаться проще несколько этапов производства этого кадра пример того как может выглядеть мастер-скрипт для производства таких кадров на то есть обработка нашего исходного съемочного материала мэтт-пейнт на фоне чтобы заменить кусок неба сборка части корабля сшивка трехмерного корабля со съемочной дверью сшивка всех этих элементов воедино и поверх мы в конце последним этапом восстанавливаем наших съемочных героев которые бегут спереди до перекрывают корабль мы восстанавливаем их поверх уже вот этот некий алгоритм дать наших действий некая методология подходит в принципе для любого проекта неважно да то есть просто для задачи достройки декораций еще один пример секвенция из нескольких шотов вокруг из кинофильма сквозь время в некой локации есть двигатель он должен работать вырабатывать некую скажем так магическую энергию двигатель снят с разных ракурсов здесь важно отметить очень крутую работу художников-постановщиков потому что был построен реально классный двигатель очень здорово зафактуре на все вот но он не двигается он не крутится да и нужно оживить части собственно этого двигателя вот тоже задача для собственно сет экстеншена для достройки декораций мы один раз собрали некую глобальную сцену собрали мастерскрипт и дальше уже только меняем камеры мы должны каждый из этих кадров тречить относительно ну собственно некой вот этой трехмерной геометрии двигателя то есть у нас есть собранный двигатель в 3d который совпадает с этим съемочным полностью и каждый кадр трек собирается относительно в общем то этого двигателя таким образом опять же мы можем собрать шаблон мы можем собрать мастерскрипт один раз выставив весь свет на этом двигателе один раз собрав как бы его анимацию когда он начинает работать на малых оборотах разгоняется больше больше собрав один раз сетап для всех эффектов вокруг него когда они по чуть-чуть проявляется что-то мерцает и разрастается уже до каких-то больших масштабов на самом деле каждый из этих этапов он очень трудоемкий до вопрос правильно никого подхода к тем или иным задачам который позволяет сэкономить время опять же вопросы некой автоматизации процессе и так далее так далее из того что объективно может много времени занимать это трехмерная часть то есть смоделировать все это окружение смоделировать локации сделать для них текстуры это именно долго это много ручной работы и просто может быть достаточно долго вот другие этапы они по времени наверное они все-таки сильно короче но от этого они не становятся менее трудоемкими или более простыми то есть здесь многое зависит от опыта конкретного художника до насколько быстро он может найти классный лук насколько быстро собрать красивую картинку насколько быстро восстановить эту камеру из трека а что если вдруг нет никаких данных такое тоже часто бывает да то есть я говорю что надо линзу камеру там дисторшн гряды но при этом конечно бывают ситуации когда нет ничего и с этим нужно что-то сделать и все равно мы можем сделать но это больше времени больше ресурса больше денег и лучше таких ситуаций всегда избегать из того что реально может как бы испортить кадр сильно это потенциально какое-то очень мощное зафларивание флара от осветительного прибора на весь кадр и за флару за ней надо убрать там хромакейв что-то вставить это будет проблема потому что допустим убрать эту флару с героя на переднем плане не получится да а в частях где хромакей она отрежется и будет крайне неприятная задача по восстановлению этой флары по сшивке и обратно и перепрокладыванию то есть это такой не очень этап в крайнем случае можно пересобрать практически все в 3d но другой вопрос сколько ресурс это займет и вообще обоснованно ли это для решения той или иной задачи кадра может быть проще взять и найти другой дубль в монтаже который лучше подходит и помогает это решить в среднем над фильмом работает достаточно много человек более того зачастую фильмы если это какие-то большие фильмы с большим количеством в компьютерной графике над ними работает и по несколько студий сейчас от может быть от 30 для фильмов с каким-то не сильно большим объемом компьютерной графики да и до двухста и более человек художников есть компании в которых действительно все жестко по отделам дойдет такая производственная цепочка и каждый художником как такой отчасти винтик в неком механизме в конвейере который делает свой кусок с одной стороны это круто потому что ты сильно прокачиваешься внутри конкретной своей вот этой профессии в других компаниях другой подход где один художник может делать много он крутой специалист в какой-то своей области но он знает еще одну соседнюю и следующий этап работы и он может подхватывать и собирать все это вместе и и формируются команды из художников небольшие команды там четыре пять шесть человек да которая в состоянии решить в принципе любую задачу да здесь опять же про обмен опытом про постоянное взаимодействие и такие художники часто называют дженералисты или еще у нас есть термин там ки шейп people когда вот как раз ты в одной в чем-то крут знаешь слева знаешь справа образуешь такую букву т условно я я лично больше сторонник как раз таки подхода когда один человек знает много когда каждый художник знает всю производственную цепочку силен в чем-то да но знает все вокруг и и во первых он в состоянии собрать и какие-то кадры целиком да и решить более комплексные более сложные задачи за счет развитого кругозора он может найти более эффективные подходы к решению тех или иных задач да и в команде с такими же людьми в принципе они соберут результат гораздо гораздо быстрее и может быть интереснее в начале карьеры в fx художников есть некая проф деформация когда ты приходишь на кино и смотришь нас на эффекты то есть ты забываешь о фильме ты просто смотришь на эффекта как это сделано как то сделано что-то еще но в какой-то момент в это проф деформация она отступает и ты наслаждаешься фильмом и не думаешь об этих эффектов потому что ну их хватает много да потом где-то крайне интересно почитать проанализировать да какие-то вещи узнать что-либо но вот так сходу посмотреть и подумать вау декорации нет такого нет сейчас уже нет наверное там в принципе большое впечатление на меня произвели кадры из джона вы к третьего и четвертого то есть там сцены где не знаю на погоне на лошадях где на машине вокруг не помню какой-то локация ездит до офигенные совершенно кадры с четвертой части где год вью такой типа камера сверху и вот летает вокруг декорации и джон выкс ружьем там по мотивам игры какой-то стреляет с огнем вот это все там ну конечно безумно круто все сделано здесь конечно такая штука чем меньше от нас требований тем лучше то есть мы не должны в принципе вмешиваться в творческий процесс оператора режиссера один коллега сказал ты не можешь подрезать художнику крылья самое важное наверное но наладить коммуникацию с другими цехами в первую очередь с операторским цехом потому что во многом наша работа будет связана именно с ними чтобы мы могли слышать друг друга в каких-то моментах до что если мы говорим давайте возьмем кадр чуть-чуть общие и потом мы его скадрируем как нравится оператору сейчас но нам надо именно общие потому что это будет легче добавить графику да чтобы нас услышали художники ругаются не на оператора обычно она супер вазера который был на площадке но ругаются до тех пор пока сами не съездить на площадку обычно вот так это происходит потому что ну не все можно точно спланировать всегда что-то пойдет не так данной площадке важно не следовать жестко какому-то плану а сориентироваться и принимать такие немножко кризис-менеджерские решения чем мы жертвуем здесь чтобы сделать это можно ли так объем работы всегда увеличивается в процессе то есть за особенно на нашем как бы при производстве российского кино объем работы разрастается почему-то всегда так ощутимо то есть там допустим кинофильма может процентов на 30 рекламного проекта в два-три раза может увеличиться объем работы вот изначально предполагаемого ну и здесь взаимодействие продюсеров компании продюсеров кинокомпании или там агентство какого-то да как уже решаются эти моменты допкостами договорами конфликтами или еще каким-либо образом но тем не менее это всегда вопрос неких компромиссов в итоге к чему-то почему-то приходим наверно главный совет начинать нужно с малого то есть прям вот большого слона надо есть по кусочкам да по частям вот банально мы сняли дорогу и до дорисовали светофор без шуток вот с таких вот простых вещей по чуть-чуть если у нас получилось хорошо интегрировать этот светофор зебру добавили лежачего полицейского крутяк у меня было упражнение когда-то давно со студентами мне не нравилось в одно время что в районе где работаю не было было мало мусорок и такой идешь с фантиком и блин куда его деть вот и задачка была просто снять проходку по улице и дорисовать мусорный бак то есть это тоже это простая кажется задача но в процессе очень много много нюансов то есть опять же с теми же линзовыми дисторсиями с хорошим треком с хорошей интеграцией всего чтобы это все сшилось по свету чтобы это сшилось по фактуре чтобы нельзя было сказать что этот светофор или еще какой-то элемент что не отсюда то есть не надо пытаться сразу дорисовать там замок сай-фай город построить или что-то еще надо начинать вот именно с малого с малого и по чуть-чуть за каждым следующим этапом уже увеличивать некую сложности и и и и и